Еще в 13 староскольских школах увековечили память бывших учеников, героически погибших в разные годы в боях на Северном Кавказе и в ходе спецопераций на Украине. На открытии мемориальной доски в школе номер 33 побывала наша съемочная группа. В эту школу в микрорайоне Буденова мама и папа Саши Голошева ходили на родительские собрания. А теперь отец пришел на открытие мемориальной доски с именем сына. Командир отделения Голошев погиб в 1999 году, прикрывая однополчан. Саша был всего 21 год. Орден мужества семье вручили посмертно. Учился хорошо, а потом в ГРТ поступил. ГРТ пошел с отличием, закончил. Ну, тут и в армию пошел в 97-м году. Большим парнем, крепким был. Он больше меня на голову. А там попал спецназ, потом в учебке был. Ее оставляли в учебке инструктором. Ну, я к своим ребятам вернусь. Но он не писал, когда началась эта... Он в Чечню попал? Да и станет, вторая Чечня. Кокол стал под горлой и слезам как шел. Тяжело, конечно, детей терять. Ну, война есть война. Без потерь не бываешь. Он был очень добрый человек. Вы знаете, когда мы не просили, с какой помощью там что-то помочь, он всегда был первый. Они, бабушки, ездили в деревню. Мы ездили все там, по-моему, и все там оказывали помощь. Так что очень, ну, как сложно все это. Память о своем ученике в бывшей 25-й, а ныне 33-й школе увековечили в День Героев. Вы должны гордиться, что мы живем в этой стране, и эта страна действительно героев. Мы совершаем такие подвиги, которые другим и не снились. Александру Голушеву было немногим больше, чем нынешним старшеклассникам. Ребята признаются, что думали об этом. Красные береты на юно-армейцах. В память о павших героях. Отдаю честь своим прадедам, благодаря которым я могу жить спокойно. Александр – герой нашей Родины, благодаря которому наш мир успокоен. Я могу ходить в школу, не боясь, что на меня могут напасть. Главное – любовь к Родине. Не говорим, когда неплохо. Когда я делаю гимн, я всегда его пою и встаю. Я каждый раз посещаю Парад Победы 9 мая. Каждый день России мы всегда праздную. Мемориальные доски с именами бывших учеников, героически погибших в разные годы, открыли в 13 старооскольских школах. Не оставим в забвении ни одного погибшего солдата. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Мария Шелепова, 9 канал.